В третий раз Одинцовские общественные организации вышли на уборку улиц родного города. Молодежь вместе со старшим поколением уже не первый год в преддверии Великой Пасхи приходят к храму Георгия Победоносца. Фронт работы, как всегда, возле храма у нас очень большой. Мы уже не первый год, и можно сказать, ежегодно проводим субботника. Рядом с храмом накануне Великой Пасхи приходят и молодежь, приходят старшие поколения, приходят разные организации. В субботнике приняли участие дети войны, офицеры России, клуб ветеран, общественная палата и совет ветеранов Байконур, союз инвалидов Чернобыль, молодежный парламент и, конечно, волонтеры. И сегодня ребята из Лесногородской школы, из Дубковской пришли тоже помогать. Какой сон работал? В основном уборка листвы и мусора, который попал на территорию. Представителей от районной общественной организации «Дети войны» на этот раз оказалось больше всего. Наводить чистоту и порядок к храму пришло 37 человек. А наши «Дети войны» по всему району, по всем сельским и городским поселениям вышли более 600 человек. Оставить территорию храма в беспорядке просто нельзя, считают участники субботника. Представительница общественной организации «Дети войны» даже посвятила несколько строк Георгиевскому собору. Как дым костра, как пламя, храм струится в высоту. Для Бога он построен или не для Бога, руками человека был возбегнут он. На призыв навести чистоту в родном городе всегда с радостью отзывается и клуб ветеран. Сегодня мы в количестве 20 человек принимаем участие в этом замечательном субботнике. Мы любим свой город, участвуем почти, вот если только нас пригласила Надежда Борисовна или где-то там соцзащита, мы всегда в первых рядах занимаемся уборкой города, чтобы было чисто, чтобы было красиво. Екатерине Гущиной 83. Несмотря на такой солидный возраст, женщина не пропустила ни одного субботника. Нам уже девятый десяток, а мы все равно выходим, помогаем городу. Участники субботника с удовольствием занимались благоустройством территории вокруг храма. Они разбивали клумбы, убирали сорняки и ветки, красили бордюры и люки, от души радуясь тому, что вокруг становится чище. Любите Россию, берегите Россию, гордитесь Россией. Милая Тарасевич, Артем Момоносов, телекомпания Одинцова.